Девушки отдыхают Она ничего не делает Сидит, как будто едет в автомобиле Приближается 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 Она все ближе Я не видел ее раньше Но чувствую, что я ее знаю Эта сеньора как-то связана со мной Я чувствую то же самое Но не знаю, кто она А я чувствую, что она страдает И очень нервничает Вы нервничаете с тех пор, как мы выехали, сеньора Что-то случилось? Нет, ничего Вы едете в поселок Тринедад? У вас там дело? Да Это очень срочное дело Поэтому не нужно добраться туда как можно скорее Далеко еще? Мы уже должны были приехать Но дорога очень плохая, к тому же не освещена Вы не могли бы ехать побыстрее Так мы никогда не доедем Послушайте, сеньора, вам нужно набраться терпения Я не знаю этой трассы И с такой дорогой можно в любой момент перевернуться Попытайтесь ехать быстрее Пожалуйста Она хочет скорее доехать Но дорога темная Поэтому она все больше тревожится Почему нам кажется, что мы ее знаем, Филиппе? Может быть, это наша мама? Она может быть нашей мамой Я уверен, что вы едете к своим родственникам Ваша семья живет в Тринедаде? Да Там моя семья Два самых дорогих мне существа Они единственное, что у меня есть на этом свете Я еду к ним Как вы думаете, я там смогу найти место, где остановиться в такое время? Знаете, сеньора, честно говоря, не имею ни малейшего понятия Я ни разу не был в этом поселке Но полагаю, да Наверняка там есть отель Сеньора, а вы не можете остановиться у ваших родственников? Нет Не могу Умоляю, сеньор, езжайте быстрее, уже очень поздно Она очень печальна Даже готова расплакаться Я это чувствую Почему ты не отвечаешь, Филиппе? Она может быть нашей мамой, которая едет за нами? Я не знаю, кто она Бабушка уверяет, что мы больше никогда ее не увидим Но я не теряю надежды, Филиппе Ты все еще видишь эту сеньору? Да Я ее вижу, Дуван Она приближается, она все ближе Я не могу ехать быстрее, сеньора Приходится ехать тихо, потому что дорога становится все хуже Мне бы не хотелось приехать в полночь Что делать? Что это? Осторожнее, сеньор, тормозите Нет В чем дело? Почему ты кричишь? Мне кажется, с этой сеньорой случилось что-то плохое Почему? Я почувствовала, как она упала Упала в канаву Она погибла Не пугай меня Лучше подвинься, я лягу с тобой Нет, мне это не нравится Почему? Потому что у тебя есть своя кровать Бабушка говорит, что мы уже большие и мужчины не должны спать вместе Отстань от меня, монгол Отстань Хорошо Можешь не пускать меня, но когда будет гроза, я тоже не пущу тебя на свою Даже если будешь просить на коленях, эгоист Дети Что это за скандал? Почему вы подняли своими криками весь дом в такое время? Вы в порядке? Кто там есть? Откройте двери, пожалуйста Откройте Сеньор Сеньор, что с вами? Ответьте, пожалуйста, сеньор Откройте двери и выйдите оттуда Откройте, вы меня слышите? Она не открывается Попытайтесь открыть, сеньорита Поднимите кнопку безопасности Как вы себя чувствуете? Вы ранена? Я в порядке А вот водитель Он без сознания не отвечает Помогите ему, пожалуйста Помогите ему Боже мой, что с ним? Он мертв? Филиппа говорит, что она погибла Не говорите об одновременно Я ничего не понимаю Клянемся распятием Бабушка, мы с Дуваном Видели во сне Одну и ту же сеньору Снова вас мучают Кошмары и странные сны Вы будете меня по ночам Вы знаете, который час? Но, бабушка, все было как наяву Как будто мы все это видели Мы с Дуваном Видели один и тот же сон Как будто смотрели телевизор Теперь все понятно Хоть я вам и запрещаю Вы допоздна смотрите телевизор А потом вам снятся кошмары Придется забрать его из вашей комнаты Бабушка, пожалуйста, оставь телевизор Ладно, ложитесь спать Вы уже большие для того, чтобы пугаться Сейчас вы не спите А утром невозможно будет поднять вас Чтобы идти в колледж Филиппе Руки на одеяло Вы прекрасно знаете Мне не нравится, когда вы спите Засунув руки под простыню Правда, бабушка Это был реальный сон Нам с Дуваном казалось, что мы рядом С этой сеньорой С какой сеньорой? Той, которая ехала в поселок Молодая женщина и очень красивая Филиппе говорит, что она погибла Какой ужасный сон Она так нервничала, мне было жаль Ее, потому что она страдала, бабушка Дуван предположил, что Возможно, это наша мама Что? Правда Не знаю почему, но я стал думать, что, наверное, это наша мама Которая ехала к нам Я вам тысячу раз говорю, что вы ее никогда не увидите Потому что эта сеньора живет очень далеко И у нее нет ни малейшего желания приехать к вам Лучше считайте ее мертвой Нет, она не мертва Мы все знаем, что она не мертва Она как будто мертва И нет необходимости вспоминать о ней Если вы меня любите и уважаете Пожалуйста Не вспоминайте ее А теперь спать А какой была эта сеньора? Молодой и красивый С темными волосами И голубыми глазами РТИ Колумбия представляет Телевизионный многосерийный фильм Вдова Бланка По мотивам произведения Хулио Хименеса В фильме снимались Асвальдо Риос Мария Елена Доурин Консуэла Лусардо Альваро Байона Анна Мария Ойос Леонор Гонсалес Минна Хулио Дальмар Матео Рудос Сантьяго Рудос Герардо Калеро Даниэль Арисе Анна Моника Сандра Перес Автор сценария Хавьер Карро Композитор Мигель Денарвайс Оператор Сезар Контрелос Продюсер Хуга Леон Феррер Режиссер Аурелио Валькарсель Карро Что с тобой, мама? Не можешь уснуть Из-за того, что Диего До сих пор не вернулся Да, я за него беспокоюсь Он обещал приехать рано Но до сих пор так и не появился Не переживай Наверное, много работы И он решил остаться в усадьбе Но я волнуюсь Не только за него Но и за внуков Только что меня разбудили их крики Они снова видели Один и тот же сон Мама, ради Бога Ты же их знаешь У этих ребят поразительная фантазия Они близнецы, Айде У близнецов свои особенности Они чувствуют одинаково И им снятся вещи сны А в колледже они придумывают Всякие небылицы И на них смотрят, как на ненормальных А ты, их бабушка, им потакаешь Это уж слишком Такое уже было раньше Когда они видят один и тот же сон Этот сон сбывается И мне совсем не нравится то, что им приснилось А что им приснилось на этот раз? Они видели женщину Которая ехала сюда Ну и что с того? Что тут странного? Они ее описали Оба сказали, что она молодая и красивая С темными волосами И голубыми глазами По-прежнему не вижу ничего странного, мама Это она Алисия Гуардиола Алисия Гуардиола? Мама, ради Бога Они ее описали, Боже мой Я даже не хочу думать, что произойдет Если эта женщина вернется Она не вернется? Ты же знаешь, это невозможно Нет ничего невозможного От такой злодейки, как она, можно всего ожидать Все эти годы я старалась забыть о ее существовании Избегала даже упоминания о ней Я всегда боялась нового столкновения с ней Но она никогда не выходила у меня из головы Была всегда И остается здесь Против моей воли Ты одержима Тебе нужно забыть о ней Она не имеет к нам никакого отношения Она расплачивается за свое преступление Как она может вернуться? Не знаю Я боюсь за внуков Рано или поздно она может появиться и отнять их у нас Никто их не отнимет Они твои Успокойся, мам Избавься от этих абсурдных мыслей Да Я не должна накручивать себя Нужно убедить себя, что Алисия Гуардиола еще много лет проведет в тюрьме Изолированная от общества Как все убийцы Вы уверены, что все в порядке, сеньорита? Да, со мной все хорошо Я отделалась только испугом Как он? По крайней мере, дышит Хотя получил сильный удар Не понимаю, почему он не остановился Это из-за меня Я просила его ехать быстрее А когда он вас увидел, то не успел затормозить Если с ним что-то случится, я буду виновата Это я его наняла Куда вы ехали? В Тринидад Это далеко отсюда? Не очень Но я не решусь везти его туда, потому что у него могут быть переломы Ему нужна помощь врача, и как можно скорее Если хотите, я могу отвезти его в мою усадьбу Оттуда мы позвоним в больницу, и врач приедет Лучше отвезем его прямо в больницу, вместо того, чтобы везти в другое место Хорошо, если вы берете на себя ответственность Я не знаю, что делать Послушайте, синерита Я пытаюсь вам помочь Так что советую вам принять мое предложение Усадьба совсем недалеко отсюда, так что не беспокойтесь Ладно, синерита Не переживайте и не бойтесь Хорошо Я возьму чемодан, он остался в такси Субтитры сделал DimaTorzok Я принесла вам стакан воды, синерита Большое спасибо, но я не хочу А чего же вы хотите? Может, рюмочку коньяку, чтобы прошел страх? Это было ужасно Надо же было врезаться в грузовичок Дона Диегито Я ничего не хочу Куда унесли таксиста? Дон Диего понес его в спальню Скоро приедет врач Но вы не переживайте Вы попали в хорошие руки Дон Диего все уладит Вы позвонили в больницу? Сейчас позвоню, не тревожьтесь, синерита Жизнь этого человека в опасности, а вы так спокойны Не думаю, что это так Он проснулся, я с ним поговорил Похоже, его больше беспокоит такси, чем собственные кости Нужно было отвезти его в поселок, вместо того, чтобы привозить сюда Я привез вас сюда из предосторожности, синерита Потому что я не виноват в этом инциденте, и другой на моем месте уехал бы, чтобы избежать осложнений Вы можете избежать осложнений, отвезти нас в поселок и оставить там Я не могу вас отвезти туда, потому что у этого синера сломано несколько ревер И в таком состоянии ему лучше оставаться здесь, пока не приедет врач и не осмотрит его Простите меня, я так нервничаю Лучше сядьте и постарайтесь успокоиться А я тем временем позвоню в больницу Придется звонить по другому телефону, этот сломан со вчерашнего дня С вашего позволения Но садитесь же Вы очень бледны и немного дрожите Нет, я чувствую себя прекрасно Осторожно, осторожно Конечно, вы прекрасно себя чувствуете Наверное, вам хуже, чем таксисту, но вы притворяетесь, чтобы казаться мужественной Бласина, пожалуйста, принесите что-нибудь, чтобы взбодрить ее Скажем, рюмку-коньяку Она даже воду не захотела пить Заставим выпить силой, это для ее же влага Нет, от спиртного мне будет еще хуже Просто я с утра ничего не ела Боже мой, бедная девочка Если дело в еде, нет никаких проблем Я сейчас что-нибудь приготовлю, чтобы вы подкрепились Я знаю Вы нервничаете в связи с аварией, я все понимаю Но, пожалуйста Возьмите себя в руки Вы очень встревожены и подавлены Вы не из Тринидада, верно? Я вас никогда раньше не видел Нет Я живу в столице Ваша семья живет в поселке? Да Я хочу увидеть их как можно скорее Увидите, сеньорита, еще увидите Но наберитесь терпения Как вас зовут? Не пытайтесь ничего узнать Пожалуйста, не задавайте мне вопросов Хорошо, хорошо Раз не хотите ничего говорить, не говорите Я и не собираюсь вас пытать Ни в коем случае Вы очень красивы, но необщительны Как и все люди из столицы Могу я воспользоваться туалетом? Да, разумеется, он там Я вас провожу Нет, я пойду Сеньорита, пожалуйста, оставьте это же маство Вы очень слабы И можете упасть Мне только этого не хватало И потом Я не собираюсь заходить с вами в туалет Вы очень красивы, сеньорита Правда красивы? Так что сделайте одолжение Постарайтесь взять себя в руки Наверное, вы еще красивее Когда не нервничаете и не грустите Не нужно так обо мне заботиться Позаботьтесь о таксисте Позвоните в больницу Наверное, ему очень больно Хорошо, ваше приказание Закон, сеньорита У нас еще будет время спокойно поговорить Тогда вы расскажете, как вас зовут И из какой вы семьи Это пертенеси Адельте Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Вставай, Гуардиона Чего ты ждешь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, вы говорите, что эта женщина испарилась, не оставив следов Я оставил ее в гостиной А когда вернулся, ее нигде не было Неужели никто не видел, как она выходила? Нет, сеньорита Нет, сеньор, мы не видели, мы ничего не видели, Дон Диего Вы, Бласина, вы точно не знаете, куда девалась эта женщина? Нет, сеньор, я же сказал, я была на кухне, готовила еду Ну, не стоит огорчаться, Дон Диего То она где-то здесь Она так слаба, что далеко не могла уйти Но ушла Ушла, потому что чемодана тоже нет Теперь мне придется искать ее Зачем? Вы же даже ее не знаете Бласина, пожалуйста, я знаю, что делаю Если приедет врач, отведите его на второй этаж Пусть он осмотрит этого сеньора Потому что я не вернусь без нее До поселка далеко, чтобы можно было дойти пешком Я догоню ее по дороге Этот Дон Диегито неисправим Думаю, он заинтересовался этой незнакомкой Он такой бабник Что такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы думаете, я так всё и оставлю, Алисия Гуардиола? Вы ошибаетесь. Я первой верну небо и землю, но справедливость восторжествует. Вы не знаете, что говорите, доню префекта? Конечно, знаю. Мне не нужны следователи, чтобы найти виновных этой трагедии. В этом вы виноваты. Только вы. Мама, пожалуйста, оставь меня. Мне нужно всё сказать, чтобы она знала, чего от меня ждать. Клянусь самым святым. Я не успокоюсь, пока на вас не обрушится весь груз правосудия. Это преступление не останется безнаказанным. Понятно? Клянусь своей душой. Вы будете наказанным. Это она была на фотографии. Куда она запропастилась? И почему сбежала? Почему? Поздно ложитесь, и поэтому поздно встаем. Вы уже должны быть в колледже. Пока, бабушка. Будьте осторожны. Внимательно переходите через улицу. Сейчас появилось столько мотоциклистов. Айде. Айде, что с тобой? Думаешь, священник будет нас ждать, чтобы начать мессу? Иду, мама. Розальба, можно подлетать быстрее? В последнее время ты медлительные черепахи. Айде. Ты видел Диего? Наверное, спит, потому что вернулся уже под утро. Я не перестаю думать о сеньоре, которая нам приснилась. Я считаю, что она может быть нашей мамой. Я так не думаю. Эта сеньора очень красивая, а наша мама была некрасивой. Почему? Я помню, что она была красивая. Об этом нам сказала бабушка, которая поклялась, что она была некрасивой и плохой. Поэтому и оставила нас. Бабушка не любит нашу маму, поэтому может и наврать. Лучше не будем по ней скучать. И давай поторопимся, а то опоздаем в колледж. Эта, видимо, учительница всегда приходит рано. Я уверен, что мы еще увидим эту сеньору из сна. Почему? Потому что наши сны оживают, когда нам снится одно и то же. Помнишь, когда нам приснился бык? Да. А на следующий день мы увидели его на улице, и он нас чуть не забодал. Но не думаю, что это произойдет с этой сеньорой. А я думаю. Мы увидим ее, когда меньше всего будем ждать. Подожди, Дуван. Остановись. В чем дело? Мы не можем пройти мимо этого дома, а то с нами случится что-то плохое. Ты веришь, что в этом доме живет Вамбир? Конечно. Это старик Хустиан Убриньон. Его никто не видел днем, он выходит только ночью. Давай его обойдем. А то мне очень страшно. Мы опаздываем. Ты сделал уроки? Нет, а ты? Тоже нет. У нас будут проблемы с этой ведьмой, Юдит. Мы уже опаздываем на мессу, так что не заставляйте нас терять время, Донья Офелия. Речь идет не о какой-то мелочи сеньора Перфекта, а о чести моей девочки. Ее опозорил Ваш сын Диего. Донья Офелия, я бы на Вашем месте помолчала. Это не самое подходящее место, чтобы обсуждать такие вопросы. А что мне делать? Вы не принимаете меня у себя дома, закрываете перед носом дверь. Вы сами вынудили меня сделать этот вопрос с состоянием гласности, но мне все равно. Пусть весь поселок знает, что Ваш сын обманул мою девочку. Теперь он должен выполнить свой долг или ему будет хуже. Похоже, у почтеннейшей Донью Перфекта неприятности из-за этой мерзавки. Как ты думаешь, о чем там речь? Наверное, это как-то связано с Диего, этой наглой девчонкой. Мы должны ей помочь, папа. Нет, нет, ты о чем. Лучше держаться подальше, я ненавижу публичные скандалы. Если Донье Перфекте понадобится наша помощь, она сама нас найдет, потому что прекрасно знает, что мы ее лучшие друзья. Я удивляюсь их наглости. Они считают, что могут заполучить Диего только потому, что он обратил внимание на эту неряху. Я сама видела, как она на него вешалась. А какая девушка в поселке не интересуется Диего Бланко? От самой замухрышки до первой красавицы. И неудивительно, он самый завидный жених Тринидада. Идем. Чего вы ждете от моего брата? Чего же еще? Пусть женится. Жениться на этой синьорите? Донья Офелия, и не мечтайте. Спуститесь на землю. Мой сын образованный кабальеро. Неужели он свяжется с такой девушкой, как и ваша дочь? Он уже с ней связался. Вот пусть теперь расхлебывает. Потому что моя девочка несовершеннолетняя. Несовершеннолетняя? На вид прямо цыпленочек. Маленькая корова всегда теленок. Но от девочки у нее вряд ли что осталось. Я прекрасно знаю, что она вешается на всех мужчин в поселке. Мама, пожалуйста, хватит. На нас обращают внимание. Меня это не волнует, Айде. Кто больше теряет? Мой сын уважаемый человек? Или она? Ветреная девчонка, которая поднимает юбку, стоит ей увидеть брюки. Донья Перфекто, прекратите оскорблять мою девочку, потому что я способна на что? Если вы предпримете что-то против моего сына или против моей семьи, против вас ополчится весь поселок. Не забывайте, что я важная дама. А вы всего лишь жалкое ничтожество, которое ищет мужа для своей бесстыжей дочки. Ни ваш сын, ни кто другой не посмеется над моей девочкой. Замолчите ли я позову полицию, чтобы вас задержали за скандал в общественном месте. И за оскорбление уважаемых людей. Какими бы уважаемыми вы не были, я это так не оставлю, Донья Перфекто. Я подам в суд. Вы еще вспомните обо мне. Я вам обещаю. А ты перестань скулить. Так мы никогда не найдем тебе мужа, дура. Я не заставляю тебя нападать на Диего, но ты слишком всесходительна к нему, мама. Неправда. Когда у меня есть к нему претензии, я их высказываю. Я не балую своих детей. Посмотрим, как ты поступишь на этот раз, потому что то, что произошло на улице, это позор. Что ты хочешь? Чтобы я заставила его жениться на этой нищенке? Чтобы доставить старой Офелии удовольствие? Конечно, нет. Но нужно призвать его к порядку, потому что если ты будешь молчать, он так и будет развлекаться с этими глупыми девчонками, которые его преследуют. Дай мне послушать мясу. Мы пришли помолиться, а не спорить о твоем брате. Если мой сын Диего женится, то только на достойной синьорите. Я думаю, я знаю, кто будет его избранницей. Я уже подобрала ему невесту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мама, почему ты так меня будешь? Уже девять часов утра, и у тебя встреча с сеньором Урбина у нотариуса. И еще мне нужно поговорить с тобой. Но, мама, ночью я почти не спал. Вернулся на рассвете. Не нужно об этом. Ночью ты, как обычно, развлекался с очередной юбкой. В женщинах у тебя недостатка нет. Ради бога, Диего. До каких пор это будет продолжаться? До каких пор ты будешь волочиться за первой встречной? Можно узнать, чем вызвано это выступление? Ты еще спрашиваешь. Видел бы ты, какой скандал устроила мне старая Офелия в людном месте. В присутствии всех она поклялась, что ты обесчестил ее дочь. Что я? Что я что? Я обесчестил ее дочь, Клару? Клару? Или как там ее? Она угрожала подать в суд. Диего, ну как ты можешь связываться с такими женщинами? Неужели ты потерял стыд? Мама, я ничего не потерял и никого не обесчестил. Эта девушка уже давно меня преследует. Не стану отрицать, прошлой ночью я ее поцеловала, потому что был пьян, но больше ничего не было. Сынок, я тебя знаю как свои пять пальцев. Если эти женщины посмели бросить мне вызов, значит действительно произошло что-то серьезное. Неувеливай. Не могу поверить. Что с тобой, мама? Ты больше веришь ей, чем мне, своему сыну? Мама, пожалуйста, поверь мне. Ничего не было. Абсолютно ничего. Она это так не оставит, вот увидишь. Диего, ради Бога, почему ты не заботишься о своем престиже? Ты должен жениться на порядочной синьорите, а ты путаешься с первой встречной рванью. Ты должен уважать честь семьи Бланко, потому что мы достойные люди. Мы особые люди. Особые. Особые. Все считают вас особенными, и все потому что вы внуки Дони Перфекты. Но здесь в школе вы этого не демонстрируете, потому что никогда не выполняете заданий. Вы самые недисциплинированные ученики. Вы оба. Идите к доске и продемонстрируете, какие вы особенные. В противном случае я приму надлежащие меры, хоть вы и внуки Дони Перфекты. Вы слышите? Вы меня слышите? И не пытайся уйти от ответственности. Как только закончишь дела с адвокатом Урбина, мы должны решить, как уладить этот вопрос. Я сам уложу этот вопрос, мама, потому что не выношу, когда ты вмешиваешься в мою жизнь. Скажи мне вот что, зачем ты заставила меня вернуться из Европы и жить рядом с тобой в этом проклятом поселке? Чтобы обращаться со мной как с ребенком? Диего. Если это так, я укладываю чемодан и возвращаюсь в Германию, где я жил спокойно, без всяких проблем, без твоей опеки, без сплетен и без сумасшедших из поселка Тринидад. Не смей мне угрожать, Диего. Ну вот, у вас не на грамм ума. Вы не в состоянии ответить на самые элементарные вопросы. Между ослом и вами нет никакой разницы. Молчать! А вы будете наказаны до конца дня. Может, тогда вас дойдет хоть что-то. Ну что вы ждете? Вставайте в угол дувана Филиппо Бланко. А я буду сидеть здесь и смотреть, чтобы вы не двигались на этот раз. У меня к вам не будет пощады. Все остальные за работу. Субтитры создавал DimaTorzok Все готово, уважаемый Диегот. Эта собственность теперь записана на ваше имя, как того пожелала Донья Перфекта. Я пока не могу понять, зачем она это сделала, но если спрошу, она все равно не даст мне никаких объяснений. Твоя мама знает, что делает. В конце концов, ты ее единственный сын. Мне кажется, это хорошо, что теперь тебе принадлежит часть состояния, которым вы владеете. И вам предоставляют место, которое вы заслуживаете как глава семьи Бланко. Вы уважаемый человек со всех точек зрения, почтенный Диеготу. Кстати, об уважении. Если хотите, я помогу решить эту неприятную проблему с Доней Офелией и ее дочерью. Лаурентино, пожалуйста, не делайте из меня посмешище. И тем более перед своей дочерью иллюминатой. Спокойно, Диего. Нам вы можете полностью доверять. Как ваш адвокат, я могу навестить эту сеньору и поставить на место как ее, так и ее дочь. Благодарю за предложение, Лаурентино. Правда. Но в данном случае мне не нужен никакой адвокат, чтобы все уладить. Я все уложу сам. Без всякого страха, потому что ничего никому не должен. Абсолютно ничего. Приятного дня. До свидания. До свидания, Диего. Похоже, он очень уверен в себе. Не зря он самый великий Дон Жоан, который вступал на эту землю. Надеюсь, он выйдет из этой передряги, потому что я не представляю его в объятиях другой женщины. Не переживай, за ним может охотиться много женщин, но только ты сможешь завоевать его. С каждым днем я все больше теряю надежду. Я чувствую, что я ему безразлична. Нет, дочка, к тебе не может быть безразличен ни один мужчина. Просто он скрывает свои чувства. Но, конечно же, ты его интересуешь. Ты уверена? Я только что говорила с директором колледжа, мама. Дуван и Филиппы наказаны. У них снова были проблемы с учительницей Юдит. Господи, дай мне терпение. Мой сын и внуки вгонят меня в могилу. Что они сделали на этот раз? Мне не объяснили. Мы должны пойти туда. Чтобы защитить внуков, достаточно и меня одной. Не ходи со мной, потому что, в конце концов, ты согласишься с учительницей Юдит. Я ее хорошо знаю. Она их не любит. Вот и все. Мама, пожалуйста, не вздумай с ней ссориться. Ты еще больше осложнишь ситуацию. Мои внуки – это самое ценное, что у меня есть на этом свете. И если кто-то их тронет, я способна даже убить. Посмотрим, что наплетет на этот раз эта учительница. Вы – Алисия Гуардиолова. Да. Это я. Алисия Гуардиолова Донни Перфекта. Я приехала за своими сыновьями. Алисия Гуардиолова Донни Перфекта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok